Вечер добрый, уважаемые! Слушаете вы свое радио и программы «Живые», как обычно, с 8 до 10 по будням, с понедельника по пятницу включительно. Эта неделя короткая, постпраздничная и даже так по себе скажу, Москва еще не до конца заполнилась живыми людьми. Но, тем не менее, программа продолжает свою работу, программа продолжает вас радовать, надеюсь. Познакомлю вас с коллективом чуть позже, как это у нас сложилось уже давненько. Сначала ребята сыграют что-то из своего репертуара таким образом, ну, сделав музыкальную заявку, если хотите. Мало ли, кто-то сейчас услышит, скажет, да, мое, два часа с вами проведу, кто-то пойдет чаю с ромашкой попьет и баньки. У всех же свои вкусы, правильно, свои приоритеты. Вот для того, чтобы сразу определиться, нужно что-нибудь сыграть, потом, естественно, назову группу и, само собой, поименно представлю каждого из музыкантов. Как всегда, «Живой звук», программа «Живые». Поехали! Вверх сто этажей из тучи стекла, два ангела-экс на крыше сидят, жгут в небе луну и спорят за жизнь. Я нас узнаю в той паре теней, на самом краю у лесотных огней, сети облаков, сыгравших в любовь. Внизу эта грязь, внизу целый свет, и новый запрет, и сладкой нет. Там ночь напролет, история врет. Там дышит земля, там бьются сердца, дороги все там ведут до конца. Луна догорит, и город нас ждет. Да, это город грехов, добро пожаловать. Да, это город грехов. Да, спускайся, если готов. Развязки дорог и связки сердец, отсюда весь мир, созвездия «Экс». Под тучи и волн мы выйдем вдвоем. Дым двух сигарет и ветер с реки, Пылающий мост и губы твои. Два ангела с крыш спускаются вниз. Да, это город грехов, добро пожаловать. Да, это город грехов. Да, спускайся, если готов. Да, это город грехов, добро пожаловать. Это город грехов, добро пожаловать. Да, это город грехов. Да, а, спускайся, если готов. Академия Да, ну что ж, друзья мои, давайте-ка напомню вам, что все, что у нас происходит, исключительно вживую. И сегодняшний коллектив, который здесь, называется группа Корсика. Этот коллектив многими из наших слушателей любим. И многие хотели его услышать сегодня. А вот человек по имени Андрей Архипов написал следующее. «Проигрыш просто фантастический. Середина трека просто улет, как, собственно, и весь трек. Слава богу, сегодня я полностью с вами, и кухня меня не касается. А то опять что-нибудь могло бы сгореть». Давайте будем знакомиться с музыкантами и, собственно говоря, с теми людьми, которые в этой студии присутствуют, потому что здесь есть, я знаю, девушка, одна, имеющая отношение к коллективу, не поет, но сидит и внемлет. Значит, Олег Михайлов, вокал. Правильно? Добрый вечер. Добрый вечер. Да, все верно. Роман Валерьев, гитара. Ребят, тут можно, да, вот хотя бы раз. Всем привет. Гитара. Еще одна гитара Дмитрий Базилевский. Да, всем привет. Где, где, ну, хотя бы разочек-то. К микрофончику. Да, всем привет. Спасибо большое. Бас-гитара Тимура Вдали. Здравствуйте. Народ начал узнавать, спрашивает, зачем это, собственно говоря. Он опять здесь с другой группой приходил. Клавишный Расул Салимов. Добрый вечер. Привет. Ну и человек, у которого свой собственный микрофон, он сегодня пришел, когда в студию стал расставлять барабаны. Я вижу, как тарелки высоко стоят, он говорит, мне так удобнее, а можно бочечку подвинуть, а можно. Хорошо. Расположился как надо, по своему усмотрению. Дмитрий Ковалев, это барабанщик коллектива. Всем здравствуйте. Привет. И вот та самая девушка, которая здесь одна-единственная в коллективе, Юлия Кей, автор слов. Так, правильно? Все правильно. Автор слов. То есть все тексты, которые мы слышим, это все творчество Юлии Кей. Практически все. Практически все. Вот как странно все это, правда? Такой мужской брутальный коллектив. Автор слов. Девушка, ну, прямо скажем, изящная, скромная, очень миловидная, даже красивая. И трудно сказать, что этот человек, трудно предположить, что этот человек может писать тексты для брутального тяжелого коллектива. Как так сложилось? Ну, на самом деле, темы, которые затрагиваю в Корсике, они, ну, я бы не сказала, что они такие брутальные и мужские, они скорее общечеловеческие. Просто исполнение Олега, он придает такую мужественность, да, внутреннюю энергию. На самом деле, мы поем, ну, Корсика играет и поет о тех вещах, которые касают всех нас, независимо от пола. Наверное, так. Ну, хорошо, ладно. Я услышал. Думаю, что не только я услышал. Такой тихий, скромный голос у этой девочки. А как послушаешь тексты, так можно, в общем, башню сносить. Очевидно совершенно, что тексты талантливые. Итак, как с нами связываться? Давайте-ка я сообщу вам. 4647 — это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик. А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Хорошего сообщения от Сергея Пантюшина пришло. Нищечочок. Ну, все, одно слово-то, в общем, в этом слове все сразу, как мне кажется. Абсолютно никаких других терминов тут и не нужно. Крутая группа, в машине постоянно слушаю. Особенно нравится «Клуб 27», пишет Михаил Цыганц. Вот ваши, стали подтягиваться слушатели, ваша аудитория. Поклонники группы Корсика. Дальше. Собственно, в группе ВКонтакте, официальная группа своего радио ВКонтакте, здесь есть анонс с фотографией, как обычно, и название коллектива группы Корсика выделено синим. Значит, активная ссылка. Кликаете, оказывается у них в сообществе. Тут под анонсом, собственно, можно много чего написать. Я стараюсь во время эфира зачитывать все, что вижу. Видео. Как нас видеть? Ведь можно же все это видеть своими собственными глазами. Прямо сейчас онлайн-режим для вас работает. На сайте своего радио, своерадио.фм, сверху есть плеер. В плеере слева онлайн-аудио, а справа онлайн-видео. Кликая на кнопочку онлайн-видео, вы оказываетесь в картинке, которую нам представляет Планета.ру. Ну и, собственно, в картинке вы видите все, что происходит здесь сегодня. Помимо всего прочего, там есть чат, куда тоже можно что-либо писать. Все. Рассказал все, что нужно было для того, чтобы связываться с нами. Как называлась первая... Сереж, будь добрый, прикрой окошко. Как называлась первая песня, которую вы сегодня спели? Композиция называлась «Город грехов». «Город грехов». В общем-то, по рефрену было понятно, что называется она «Город грехов». Еще один вопрос. Судя по всему, вы когда работаете над своей музыкой, и многие годы... С шестого года группа существует? Да, да. С шестого. То есть девять лет. Да. Девять лет. Ну вот вы как раз... Кстати, восемь все-таки с седьмого. С седьмого. Перепутал, да. С седьмого. Ну хорошо, тогда не год, два. Еще до того момента, когда вы станете громким коллективом, потому что моя теория гласит о том, что коллектив талантливый через десять лет только становится общеизвестным. Ну так как-то сложилось. Так вот, когда вы пишете свою музыку, вы мало думаете о ротации, правда? Ну, в нашей конкретной ситуации думать о ротации, наверное, уже... Мы думали о ротации, надо сказать. Но это было давно, видимо, по молодости. Потом в какой-то момент стало ясно, что нам ничего не светит, поэтому мы плюнули. Не-не-не, ничего подобного. Вы заявлены уже в ротацию на свою радио. Я выложил целый пакет новых коллективов, новых для аудитории своего радио, которые будут в ротации в ближайшее время. Вы уже заявлены как ротационная группа, так что всё в порядке. Я почему спросил? Потому что у песни Корсика я... Пардон, у песни «Город грехов» я обнаружил три финала. Ну вот, как бы правильно сказать, сколько она по хронометражу? Не знаю, честно сказать. Но длинная. Сразу возникает ощущение, что вы о ротации не думаете, когда пишете свою музыку. Это, в принципе, хорошо, с одной стороны, потому что на своём радио мы не смотрим на хронометраж, мы не смотрим на длинноты. Если песня классная, хорошая, то она в ротацию попадает. Но вы должны понимать, что если вы хотите чего-то большего, то 3,5-4 минуты — это то самое время, на которое обычно смотрят программные директора всяких разных FM-радиостанций. Можно добавить? Добавить. Потому что вот первый альбом Корсики, который вот вышел, там, по-моему, все песни были, не больше четырёх минут. И ничего. Не помогло. Не помогло. Ну ладно. Будем надеяться, что... 3,20, если быть точным. Будем надеяться, что теперь поможет. Ну, по крайней мере, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вас заметила как можно более широкая аудитория. А аудитория у своего радио очень широка и географически широка, что тоже важно и что тоже ценно. Давайте петь дальше. Что это будет? Следующая песня? Да. Следующая песня называется «Война и любовь». Такое вечное противостояние, противопоставление, то, что любят... Должны любить мужчины и то, что должны любить женщины. Сказал Олег и посмотрел на Юлю в этот момент. Она просто лучше знает, поэтому, может быть, что-нибудь скажет сама. Только чуть ближе к микрофону. Юля, о чём песня? Скажи, пожалуйста. «Война и любовь». Ну, на самом деле, сейчас послушайте, всё услышайте, там ничего сложного. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня группа «Корсик». Погнали. Субтитры подогнал «Симон» Кирпичная стена Мой взгляд, твоя спина Горячая война Цунами Я ждал тебя Давай на раз, два, три Спалим весь этот мир Иллюзия любви Между нами Я ждал тебя И мы готовы отдать До капли весь кайф До капли всю боль Мы научились играть В войну и в любовь В войну и в любовь Мы больше, чем вся жизнь Сначала до конца Чем секс и рок-н-ролл Мы круче Я ждал тебя И если так сыграть И если выбирать Ты или моя жизнь Ты лучше Я ждал тебя И мы готовы отдать До капли весь кайф До капли всю боль Мы научились играть В войну и в любовь В войну и в любовь Мы стали играть В войну и в любовь В войну и в любовь И мы готовы отдать До капли весь кайф До капли всю боль Мы научились играть В войну и в любовь В войну и в любовь Ну вот, вот это вот Хронометраж правильный Братцы, я шучу Насчет хронометража Я к тому говорю Что очень жаль, конечно Что в многие годы Музыкальная поляна России Как-то затоптана была Не совсем правильно Сейчас мы стараемся Это дело разрыхлить И сделать все возможное Чтобы новые всходы Дали правильные плоды Кстати, вопрос Который не я задаю Народ на это подметил Басистов меняете вы Как перчатки периодически Почему так получается? Что у вас с басистами В группе не лезет? Не лепится? Да, не клеится у нас С басистами Как-то не клеилось Во всяком случае раньше Не находим мы с ними Общего языка Ну вот В одном из интервью Я даже сказал Что я им откусываю голову Собственно, поэтому А этому попробую откусить А это невозможно Абсолютно, конечно Это в рот не пролезет Чему? Чтобы голову-то откусить Да, но это вопрос Не к басисту Я-то себя в обиду не дам А там посмотрим Это понятно Это сам кому хочешь Голову отвернет И точно тебе говорю Ну, в общем Понятно, что Так складывалось Я понимаю Ну, конечно Это не то, чтобы Наша стратегия То есть это Так получилось Как-то Хорошо Итак, группа существует С седьмого года Коллектив получается Восемь лет на плаву И шесть альбомов у вас Насколько я помню Это хороший вопрос Кстати, сколько у нас альбомов Шесть, да? Шесть Шесть альбомов Неплохо В общем, надо сказать За такой небольшой период времени Относительно, да? Получается, чуть ли не альбом В полтора года И сейчас вы готовите новый Мы готовим И пишечку То есть это будет Не то, чтобы прям альбом Но вот песен шесть Там должно быть Ну, тоже неплохо Мы работаем Это все плодовитость Как я понимаю Госпожи Юлики Это всеобщая плодовитость Потому что песни у нас Пишутся по-разному Бывает, что песни Пишутся от музыки Бывает, что они от текста Поэтому мы все Творим в параллель У нас все рабочие Пчелки Все рабочие? Все рабочие пчелки А, в этом смысле Да, да А бывает так Вот я сейчас к Юле Тогда обращаюсь Как к автору слов Сидит человек дома Ну, вот Юля, да? Я представляю себе Сидит дома Занимается какими-то Может быть Разгоняет тучи Собственные в голове Мысли Не знаю Телевизор смотришь? Ну, редко Ну, а чем занимаешься дома обычно? Дома Я пытаюсь стать писателем Еще параллель Сидит Юля дома И пишет книгу на садьбе Я сейчас пытаюсь представить себе Такую обывательскую картинку Борщ варю Варит, значит, Юля дома борщ Зачем ты сейчас это сказал-то? Ну, хорошо Допустим, варит невкусный борщ Давайте так Невкусный борщ Да не может такого быть Короче, варит Юля дома борщ И вдруг приходит мысль Ну, не знаю Строчка какая-то Да, четверостишье Все бросается Листочек бумажки Ручка Ну, да И вперед Практически так Там все, что под руку попадается Телефон, как правило В телефон забивается строчка В телефон уже теперь так это делается? Ну, как правило Телефон под рукой просто Хорошо А борщ? Ну, борщ подождет Подождет Окей Написала четыре строчки Думаешь, надо дальше Ведь это же только куплет Теперь же Припев же еще нужен теперь Ну, как правило Если такое начинается То оно не прекращается Пока песни не получается целиком Пока борщ совсем не выкипит Пока уж Да То есть, если уж пошло, то пошло Ну, да Вот так бывает, на самом деле Как я нафантазировал Бывает Абсолютно бывает То есть, если мы Ну, как бы работа идет от текста Да Если мне приходит текст в голову То, как правило Ну, это так захватывает Что остановиться уже Ну, просто нереально Вот И бывают другие случаи Когда ребята приносят музыку Ну, тогда немножко по-другому Работа происходит Как? Как тогда? Ну, во-первых Мы так договорились Что Мне приносят рыбу Уже практически готовую То есть, рыба Это музыка без слов Поясню Практически готовую То есть, в том ее финальном звучании Как это Ну, какой услышат Слушатели наши И кто-то на сцене А кто пишет музыку, кстати? Сразу перебью Музыку пишут Ну, у нас вообще Так складывается Много-много Да, что коллектив очень творческий И получается Либо совместно Ну, очень часто музыку пишет Олег У нас роман Вот тоже очень Такой талантливый То есть, Олег вокалист Роман гитарист Да, совершенно Я вот так, чтобы люди понимали Ориентировались Ну, они сейчас сами расскажут Наверное, как у них это происходит Но вообще То есть, ты устала говорить Я понял Нет, нет, нет Я с удовольствием А я как раз хотел про Юлю сказать Потому что Дерну На самом деле, в половине случаев Юля же пишет текст изначально То есть, есть текст На который мы уже пишем музыку И вот тут, наверное, творческий процесс По-другому как-то происходит Я вас хочу понять Мне всегда было интересно Как поэты Нет, ну Вообще Люди на самом деле Обычно разделяют поэзию Имея в виду стихи И тексты для песен Ну, как назвать Текстовик, да? Текстовик, да Давай так Вот как текстовик Вдруг неожиданно для себя Находит тему Потому что тем Если иметь в виду группу Корсика Пардон Шесть альбомов уже записаны Да Это не придем Сколько всего должно было быть в голове Какие должны были быть интересные идеи Чтобы эти идеи Можно было потом реализовывать Так вот Где берется тематика-то? Темы откуда? Тематика Ну, на самом деле Я такой текстовик Очень интерактивный То есть я на самом деле Очень многое подсматриваю В жизни Подожди, телевизор ты не смотришь А где подсматриваешь? Общаюсь с людьми В борща? Общаюсь с людьми Так, активно общаюсь с людьми Активно общаюсь с людьми Много слышу Много вижу историй То есть, ну Стараюсь как-то вот эту жизнь То, что происходит вокруг Отразить в тексте Ну и потом идеи Мне многие подсказывают идеи То есть, ну, в общем Есть люди Которые могут Посоветовать Подсказать Юля, иди сюда Я тебе идею подскажу Да Серьезно? Ну, на самом деле Это происходит Ну не так прям Давайте вот сейчас Сядем и поговорим Да Ну просто в разговоре Всплывает какая-то идея За неё можно уцепиться Раскрутить Вот Это такое более осознанное Ну и что-то, естественно Производит впечатление Музыка Книги Фильмы Тут, в общем, такое Никто не думал Ну, вообще не только меня удивляет На самом деле Такая сторона дел Когда пишет девушка Для довольно такого Брутального коллектива Имею в виду Разность в отношении к жизни Мужское и женское Мировоззрение В принципе Разное совершенно Ладно, сейчас я Юлю не буду пытать Я вот Олега хочу Олег, ты же мужчина Не без этого Ну да Я верю тебе Свята Мировоззрение У нас у мужиков Немножко отличается От женского Она же совершенная девушка То есть тут мужского начала Мне кажется, вообще ни секунды нет Абсолютно Вот как, собственно говоря Ты, как мужчина Со своим взглядом на жизнь Со своим мировоззрением Или как она подстраивается Вот я тоже понять хочу Можешь это все переваривать в себе Ну, мне кажется, что у нас Как раз есть вот Два вида песен По этому поводу Есть песни, которые такие прям мужские По тех, кто Я не знаю, как она это делает Потому что как-то ей удается Я никому не скажу Да А есть вот многие песенки Такие про любовь Которые действительно Они такие лирические Более лирические Чем я написал То есть ты поешь, плачешь Но поешь, да Ну, Юля делала очень красиво Вот дело в том, что мы уже Еще до Корсики У нас еще пять лет Была другая группа Которая тоже Юля писала тексты И я пел То есть мы уже столько лет На самом деле Занимаемся сотворчеством Что, ну, такое какое-то Взаимопроникновение Произошло в этом смысле То есть Я не знаю Она сделала такого Лирического героя Которого я пою Во всех этих песнях Которым я уже настолько привык Что я не знаю, где кончаюсь я И начинается он То есть такая вот история То есть у вас история Я смотрю, очень такая Интересная Давняя история И эта история действительно Опирается прежде всего На образ Да Выходит так И ты пишешь тексты Для конкретного образа Не для Олега Михайлова А для конкретного А кто тогда тот самый Образчик в твоем понимании Каков он? Так, сейчас парни уши заткнули Каков он тот мужчина Который поет твои песни? Ну, на самом деле Он высок Голубоглаз Физически я даже не представлял Это интернет там подсказывает Сидит Нет, это я сочиняю Почему? Ну, на самом деле Такой вот прям Внешних каких-то характеристик Я не могу сказать Я могу сказать Наверное, личностные качества Какие-то, да Что так сложилось Что мне нравятся Слова смелых людей Мысли смелых людей И слова честных людей То есть вот У нас такая вот Так повелось Что Корсика Это очень честная группа Вот Ну, мы что есть То, в общем, выкладываем Что происходит То и рассказываем И вот, наверное, этот человек Он такой честный Открытый, смелый Может свою точку зрения Преподносить Понятно Чапаев, я понял Чапаев Чапаев, ты не плавай, главное А все остальное можешь делать Особенно к Уралу не подходи Ну, раз ты Чапаев Надо петь, братцы Времечко уходит, жалко его Что будет дальше? Ну, еще одна лирическая композиция Будет называться «Мост нашей встречи», «Мост новой встречи» Как всегда, «Живой звук» В программе «Живые» Здесь сегодня группа Корсика Поехали «Живые звуки» Из всех твоих миров Осталась лишь земля И песни про любовь По кругу все идет Вращается и врет Здесь так заведено И ничего не будет И только точки люди И снова двое не вдвоем Идет на вылет В небо В сердце насквозь Среди обломков Бажем Друхнувших грез Среди фасадов В шрамах Прожитых лет Где-то есть Мост нашей встречи Надежда и мечта Судьба и красота А завтра просто дым Ты жил, дышал, мечтал И вечности искал Но вот виски седы А жизнь не замечая Тебя зовет к началу И снова так возможно все Идет на вылет В небо В сердце насквозь Среди обломков Бажем Друхнувших грез Среди фасадов В шрамах Прожитых лет Где-то есть Мост нашей встречи Из всех твоих миров Осталась лишь земля И песни про любовь Идет на вылет В небо В сердце насквозь Среди обломков Бажем Бажем Рухнувших грез Среди фасадов В шрамах Прожитых лет Мы нашли Мост нашей встречи Идет на вылет В небо В сердце насквозь Среди обломков Бажем Друхнувших грез Среди фасадов В шрамах Прожитых лет Мы нашли Мост нашей встречи В небо 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 Так, совсем-таки любопытно наблюдать за автором текстов. Я понял теперь, это Мини Пушкина русского рока. Это не я автор, кстати, последней песни. Да ладно, а кто? А кто? Вот это как раз я написал. Так что ж ты будешь делать? Ну, неважно. Я, по ходу, придумал, все равно тебе погонял хорошие. Мини Пушкина русского рока. Спасибо. Да, та для многих пишет, а ты пока для группы Корсика. Но если сейчас подметят тебя другие... А вот интересно, если вдруг кто-то из рок-музыкантов российских, молодых, современных, талантливых скажет Слушайте, а какие кейп-тексты-то пишут роскошные? А вот пусть бы нам написал. Ты будешь писать для кого-то еще? Или вот у тебя есть уже тот образ того самого героя, романтический персонаж, которого ты озвучиваешь столько времени? И ты будешь писать только для Корсики? Ну, на самом деле, вот у меня был опыт работы с другими музыкантами. Мне было очень интересно написать несколько песен для женского вокала, потому что, ну, это действительно, это прям близко. Там можно про любовь без всяких строгостей. Не тормозя себя, да. Да-да-да. Там сопли можно, там, все равно. Ну, совсем. Хорошо. Сахаром. Вот. Ну, на самом деле, в Корсике у меня, ну, наверное, уникальная возможность полностью выражать, ну, те мысли, которые приходят мне в голову, те эмоции, которые я хочу... И с которыми я хочу поделиться. Поэтому, наверное, такой потребности в какой-то... в каком-то еще коллективе у меня нет. Но если предложат посотрудничать, ну, конечно, посмотрим. Почему нет? Правда? Да, почему нет. Слушайте, тут есть смс-очки, я хочу поделиться. Например, дорогие наши корсиканцы, а вы были на острове Корсика? Спрашивает кто-то на смс-портале. Вам сам Бог велел. Был один странный случай, когда нам предложили поехать на остров Корсика и сыграть там концерт. Вот. Но, как обычно бывает в таких случаях, он не сработал, естественно, вот, и поэтому мы не поехали. Я на Корске не был никогда. Никто из музыкантов там не бывал еще? Так. Нет? Не бывали, но очень хотим. Очень хотим просто. Не реально. Да ты вот сидит там Дмитрий, да, один-одинешень. На Корсике. И очень хочет. На Корсике. Лично я был только на японских островах, на всех четырех, а вот на Корсике не довелось, к сожалению. Так, а что же, вам, опять же, с вашим названием, знаете, когда, как говорят, вот, как корабль назовешь, так он и поплывет. Раз уж вы себя так назвали, вам просто хотя бы отдохнуть какой-то там, на недельку поехать на Корсику нужно, отметиться. Мы полностью уверены, что у нас эта возможность будет, мы ее, так сказать, воплотим в жизнь. Конечно. Можем прямо сейчас, на самом деле. Звони, где-то. Дорогие, дорогое правительство острова Корсика. Это Франция. Просит вас. Слушай, ты им сказать не говоришь, что это Франция, потому что они там сепаратисты такие, да, там надо аккуратно садить. Ну да, ну да. Вот, поэтому, если вдруг они нас позовут, мы с удовольствием приедем, вот, и через радио, свое радио просим их нас позвать, собственно. А сейчас мы дождемся, может быть, кого-то с Корсики, если кто-нибудь нам напишет оттуда, или рядом живущий, будет интересно узнать, как вы, готовы были бы. Значит, у вас новый состав с 15-го года, пишет кто-то, опять же, без подписи сообщения. То есть, недавно совсем, а вы уже сыгрались, уже уверены, что вам по пути, по жизни, ну, друг с дружкой. Давайте кто-нибудь еще скажет об этом. Конечно, я же жду всех, вот что. А по поводу сыгрались, а что смущает, то, что мы вот новее все сыгрались, вот это вот. По пути вам вообще всем, вы уверены в том, что вы будете теперь долго вместе? Что-то вы как-то быстро сыгрались. Да нет, я могу сказать, что полсостава тут, который сейчас играет в Корсике, я уже знаю, лет 10, мы не раз все вместе играли. Тот же Рассул, тот же Дима Ковалев, то есть, поэтому с этими людьми я далеко не первый раз на сцене, это уже многолетний опыт. И правильно сделали, что к себе взяли вдали. Этот человек, который, если так крылья расправит на сцене, ну, я имею в виду, спину свою так прикроет, все, а таз никто уже не подойдет. То есть, это скрепляющийся такой, цементирующий человек, бас-гитарист ваш. Поэтому я полагаю, что вам, наконец, с ним повезло. А еще он выдающийся харизматик, и когда он выходит на сцену со своим басом, все девушки говорят, боже мой, и не смотрят на солиста. А тебя это раздражает, я понимаю, из-за этого. Тебя это раздражает, да. Мне говорят, мне говорят, да. Мне не говорили. У меня есть рецепт. Вот у нас для барабанов есть специальная конура, да, такая стеклянная. Можно и для басиста сделать, только непрозрачную. Пусть он там себе, если уж тебя это так сильно смущает. Да я, наоборот, счастлив, на самом деле, потому что это залог успеха. Тимур на сцене, это шоу готовое, можно уже не делать пиротехнику, можно убрать девчонок, там все. То есть, можно одного Тимура, и это будет шоу. Я думаю, да. Семен на шок и фесте. Не туда, не туда, вот в микрофон, дорогой мой. Вот, собственно, на шок и фесте Семен проследит, мне очень внимательно, я думаю. Ну, проследим, попробуем. Попробуй тебе обязательно. Попробуй. Но мы там будем в субботу только, к сожалению. А я не помню, когда мы. Жалко, что не помню. Жалко, не помню. А мы не помним, когда вы тоже. А в любом случае, мы будем там только в субботу, к сожалению, так раньше не получится. Возьми свое сердце, возьми мое сердце, будет сегодня песнь? Нет, сегодня не будем играть. Мы как-то подумали, что авторские права, наверное, может быть, какие-нибудь. А что значит авторские права? Ну, это песня группы Ария, вообще. Ну, я понимаю, но вы же ее не продаете, вы же не на компакт-диск ее записываете. Ковера петь можно. Она записана на компакт-диск? Мы не так давно на радио, мы не знаем, какие тут правила. Правила очень простые. Если эта договоренность, она у вас уже давным-давно существует сама собой или нет? Такой договоренности. Есть, есть. Есть? Так что же вы думаете? Есть у всех групп, которые... Мы не спрашивали у группы Ария, можно ли делать нам песню «Возьми мое сердце». Вот, но я знаю, что они слышали ее и сказали... И претензии не предъявили. И не предъявили, да. Ну и все, какие проблемы. Если хотите, можете спеть, народ вот спрашивает про эту песню. Требует прямо доктор, который зовут Дрррр Дистрагон. Ну, дорогой доктор, сегодня я боюсь, что у меня не будет счастья. Дорогой доктор, извините, но вы не по нашей части. Я не могу, не могу. Ну, это и так. Спросил, как человек задавал вопрос, я не мог не задать его вам. Значит, Андрей пишет, что же вы делаете? Мурашки, дрожь, слезы, ностальгия, воспоминания еще зачем-то. Компания в себе, собственная удача, неудача. Вот уж не думал, что один трек способен так вот перевернуть всю мою сущность. Есть много треков, заставляющих сделать что-то одно, а вот мост — это молитва, молитва, заставляющая пересмотреть самого себя. Ну, я ничего другого не могу добавить здесь. Как глубоко, я сказал. Я тронут и польщен, правда, на самом деле, очень приятно такие слова слушать, потому что именно они, в общем-то, являются смыслом и значением, для чего вообще нужно писать песни. Надо петь дальше. Что это будет? Ой, сейчас мы споем песню, которая у нас случайным образом вошла в саундтрек кинофильма «Школьный стрелок», который пока, правда, не вышел, хотя должен был бы уж, но вроде обещается. Это такая прям социальная драма про человека, который расстрелял всех. Да, я понимаю, о чем речь. Об этом все рассказывали. В общем, по Стивену Кингу, короче говоря, песня называется «Ярость». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Корсика. Погнали. Погнали. Душа нараспашку, предельная честность с собой. И страшно, так страшно, и, кажется, выхода нет. Глаза закрывает, как чьей-то чужой рукой. Глаза закрывает, сжимая в руке пистолет. Глаза закрывает, сжимая в руке пистолет. И душу калечат порою простые слова. Потом тебя спросят, ты сам этой жести хотел? И как объяснить, что ты просто не можешь молчать? Как часто ты смотришь свое отражение и ждешь? Но в этих глазах нет надежды и веры там нет. И кто-то умрет, но, быть может, хоть кто-то поймет. Что ты не хотел, не хотел, не хотел, не хотел. Ярость держит тебя за горло. Не капли кислорода, шанс уйти под ноль. Ярость держит тебя за горло. Не капли кислорода, шанс уйти под ноль. Ярость держит тебя за горло. Мысли со вкусом крови, нет, это не кино. Ярость держит тебя за горло. Не капли кислорода, шанс уйти под ноль. Ярость держит тебя за горло. Мысли со вкусом крови, нет, это не кино. Нет, это не кино. Нет, это не кино. Серьезная тема. Я скажу, кто автор текста? Ну да. Как лирическая песня, так Михайлов. Как вот такая вот яростная тема пошла. Разделение труда. Кей пишет. Слушайте, надо все-таки об этом фильме немножко. Как этот трек попал туда, песня, как саундтрек попал. Вас пригласили с этой песней? Она была написана? Или вас попросили написать песню? К этому фильму. Откровенно говоря, мы напросились уже в последний момент, когда там саундтрек был сверстан. И, собственно, поводом, почему нас могли бы туда взять, была идея, что мы напишем именно вот песню Ярость, которая будет вот про фильм, вот совсем-совсем-совсем. Потому что другие там композиции, которые были, они были сделаны еще до фильма. Их подбирали как саундтрек. А вот это... А, то есть к фильму ничего специально не писалось? Их подбирали? Уже готовы? Да, да, да. А мы вот написали специально. Ага. А что за задержка-то? Об этом фильме много говорят. О нем столько написано уже, он все никак не выходит. Ну, сами ждем и надеемся. Ну, какой-то такой вот нету. Есть какие-то сплетни, ну, чего мы их будем озвучивать? Не, ну, понятно, сплетни не нужны. Кстати, что касаемо саундтреков, это первый опыт такой, да? Или были уже какие-то опыты? Да, вроде это первый опыт у нас. По-моему, первый. По-моему, первый. Ну, я же забыл там, сколько у нас их было с тех пор, да? Сколько же у нас песен-то написано за столько лет работ? Конечно, уж не вспомнишь все, которые были или не были саундтреками. А вот что интересно тоже, смотри. Музыка музыкой, творчество творчеством. И тут вдруг возникает синтез, кино. Саундтрек в фильму часто делает фильм. Как это ни парадоксально. Очень есть средненькие фильмы, в которых потрясающая музыка, и этот фильм становится хитом и бестселлером за счет музыки, которая там звучит. Есть, конечно, фильмы, в которых музыка, ну, в общем, играет фоновую такую роль, ничего больше, там совершенно ничего не нужно. Там все прекрасно, режиссерская, актерская работа. А есть симбиоз, когда и одна часть хороша, и другая прекрасна, и все это вместе создает некую общую картину. Так вот, фильм-то, естественно, вы видеть не могли. Он еще в монтаже, я так понимаю, до сих пор еще, по-моему, не сделан до конца. Фильм не видели, конечно, да. Естественно. А те песни, которые там, кроме вашей, вы знаете, кто там еще? Ну, там «Нуки» точно совершенно, там «Анимал Джаз», насколько я помню, какая-то песня «ФПГ». Так, вот, так что там все свои, да. Сложь боги. Так, ну, понятно, в общем, в принципе, и судя по набору артистов, фильм будет хороший. Это как раз та самая история, которую я называл, да. Можно, знаете, как кашу маслом не испортишь. А в данном контексте, если эти группы принимают участие в фильме, каким бы он ни был, он уже хорош, потому что группа хорошая. Так, вот тут были вопросы, которые я должен был... Даже не вопрос, скорее. Нет, вопрос. Артур Бабкин. Здравствуйте, Корсик, спасибо за вашу музыку. С выходом последнего альбома группа распалась. Насколько сплоченный коллектив в этот раз? Какие ближайшие планы? То есть многие думали, что вы в творческом отпуске до сих пор? Ну вот мы из него очень резко возродились, действительно. То есть группа распалась. У нас был такой заключительный концерт. Он же был презентацией нового альбома. В один день сделали и конец группы, и презентацию нового диска. Удивительный эксперимент. И было это в ноябре. Да, это те еще американские горки, конечно. И после этого я, в общем, собирался в отпуск, действительно, в творческий. Не собрался. Да, но что-то никто мне не дал уйти в отпуск. Почему пару месяцев было, чтобы отдохнуть. Ну да, 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 да. Ну он сказал, гитарист сказал, что пару месяцев хватит. Сказал, Рома грустно. Ну в общем, да, Рома был действительно большим двигателем в этот момент. Нет, гитарист коллектива, я сейчас говорю, это мог сказать Рома, это мог сказать Дима, не знаю, неважно. Гитарист коллектива, любой коллектив, если он сольный гитарист, да, играет сольные партии, он же ведь, в общем, создает тот самый драйв, который необходим в группе чаще всего. Басист, он ритм держит правильно, красиво. Не смотри на меня такими глазами. Красивый, правильный ритм ты держишь. Барабанщик, естественно, с басистом, ритм и секция клавишник, это некий фон. Красивый фон, тот самый, который создается необходимые элементы подсознательного звучания какого-то. Да, вот клавишный инструмент, это некая компиляция мыслей, которые сейчас у него, он сейчас смотрит меня сурово, которые у человека могут быть, да, в подсознании, которые не выползают наружу. А гитарист это драйвовый человек, который сказал, сейчас я вам как-то накручу здесь, раз вам сказал, два месяца хватит, значит хватит. И ты его услышал. Я сказал, окей. А часто у вас так бывает, когда, да, Рома? Я бы сказал, в нашем случае, драйвовый, это все-таки Олег, потому что, Рома, я уже устал, я хочу дальше. А, ну а что ты тогда говоришь, что ты отдыхать хотел? Я хотел, да, это правда. Я что-то грустил, но потому что... Почему? Объясни, почему. Ну а что, радоваться, что ли? У нас развал группы действительно произошел. А почему это произошло? Почему произошло? Ну... Не, ну если это слишком личные причины, можешь не озвучивать, но, скорее всего, это так, как бывает, например, с группой Ёрш, которая ехала к нам на программу «Живые», с мыслью о том, что сыграют в программе, и все, и до свидания, закончат свою деятельность, потому что столько лет работают, а толку ноль. Ну, отчасти так тоже, да. Отчасти это причин тоже, я думаю, имело место, да. То есть, ну, группа должна расти, развиваться. Наверное, действительно, в какой-то момент вот не произошло того чуда, которое должно было произойти. Я тебе скажу, как раз уж мы упомянули группу Ёрш, то после того, как они отыграли у нас в программе, они расписали себе тур на всю осень, затем написали целый альбом, и несколько песен из этого альбома прогремели на разных радиостанциях, в том числе на своем радио. А сейчас они еще по одному-двум турочкам прокатились, считается. Теперь уже даже то есть Шахрин на фестивале «Старый новый рок» сказал, что это вообще одна из лучших панк-групп, которые он знает. У нас рука легкая, надо петь. Ну, что ж, тогда споем. Давай, что это будет? Это будет песня из того же цикла. Вот у нее такая история, что... Я Юле говорю, надо написать для фильма «Ярость», что-то яростное. Вот Юля написала песню «Раны». Я говорю, Юля, напиши что-нибудь яростное. Она написала «Ярость», но «Раны» вот у нас остались, и теперь мы их с того сделали и будем петь. Окей. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Корсика. Погнали. Мы такие разные и все же Мы так одинаково честны Верю в невозможное, возможно Все, когда приходим в этот мир Только дальше врозь дороги жизни И кому из нас как повезет Может, тебя ждали и любили Может быть, совсем наоборот Только больно нам одинаково В темноте ночей мы одни На душе у нас раны рваные Раны рваные, раны рваные от любви Мы на самом деле так похожи Как две капли крови на траве Знаешь, что такое боль Знаешь, что такое боль Я тоже И я тоже знаю по себе Мы не выбирали, где родиться Но мы выбираем, кем нам быть Только слишком трудно научиться Если с детства Если с детства не умел любить Только больно нам одинаково В темноте ночей мы одни На душе у нас раны рваные Раны рваные от любви Только больно нам одинаково Только больно нам одинаково В темноте ночей мы одни На душе у нас раны рваные Раны рваные от любви Только больно нам одинаково В темноте ночей мы одни В темноте ночей мы одни На душе у нас раны рваные Раны рваные от любви Только больно нам одинаково В темноте ночей мы одни На душе у нас раны рваные Раны рваные от любви Я хочу сказать спасибо за удивительную для себя метафору Похоже, как две капли крови на траве Потому что обычно, как две капли воды Или какие-то такие вот есть уже привычные совершенно ходы А тут вдруг сразу рисуется картинка Зеленая трава, капли крови, рваные раны Любовь, короче Любовь, которая рвет на части Чисто такая женская история Но я скажу, что эта история в твоем исполнении выглядит абсолютно мужской Удивительный симбиоз, какому ты удается, я пока не понимаю Вот Михаил задает вопрос, который наверняка тебе уже задавали Сейчас к Юле обращаюсь Задайте, пожалуйста, спросит меня Михаил вопрос Девушки, ну то есть Юльки Юльки звучит как Юликей Да, Юлики Не было ли желания самой спеть одно из своих произведений? Или в дуэте? Да, тема интересная Однажды, на дне рождения В 1975 году Да, да Свой день рождения, выпив текилы Дети, до 16 закройте уши В общем, я один раз исполняла песню На самом деле в дуэте с Олегом То есть я пела припев Это была скорость света Песня, она вышла, я не помню, на каком уже альбоме Вот, но даже на альбоме пою я То есть... А чего ты тогда не расширяешься свои возможности? Ну, не знаю Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом Я очень люблю петь, на самом деле Я люблю казацкие песни Какие? Петь в машине казацкие Казацкие? Да А что группа не поет до сих пор казацкие песни? Ну, они еще не знают Это новая для нас информация Мы ее только что приняли к сведению И, конечно же, в ближайшем нашем диске Не для меня А что, нормально? По-моему, хорошо легло Обалденная песня, кстати Кстати, песня, да Очень хорошая песня Очень глубокая, кстати, песня И текст-то придумывать не надо Он есть уже Вообще Только аранжировочку хорошую Задать этой истории Ну, ясно В общем, в принципе Перспектива какая-то может быть, да? Ну, я думаю, что я так буду продолжать петь для себя Для души А я был бы рад И хоть Вот, смотри-ка А парни-то, в общем, не против Ну, тогда еще-таки Парни не против А я тебе хочу еще одну благодарность От себя лично высказать На свой день рождения Как приятно слышать правильную русскую речь Я вам так скажу У нас настолько сейчас стало приживаться уже в языке Абсолютная чушь Мой день рождения Убийство просто Ну, день, в который ты родился Он твой Как-то легко Ну, то есть Приятно общаться с людьми, знающими родной язык Это чертовски приятно Мне всегда радостно, когда напротив Есть те, с кем есть, о чем поговорить 46-47 Это короткий номер для ИС Авдалий, чего ты так напрягешься? Ты не знал, что мой день рождения нужно произносить? Свой радио Я пришел на свой радио Какая по хронометражу следующая песня Финальная в этом части она будет? Ну, так, чтобы я прикинул Чтобы сейчас Закончить песни Час, а не разговором Потом на перерывчик У нас все такие примерно Как именно там точно Я не знаю Порядка четырех минут, да? Вроде того, да Ладно, тогда мы еще малех поговорим У нас есть еще время Я тогда почитаю кое-что Из того, что пишет народ Значит, Андрей Шевчук спрашивает Добрый вечер Правда ли, что песню «Сотни миль на закат» Теперь будет исполнять Николай Басков? Спасибо Да Конечно Вот Но на самом деле просто Киркоров отказался Поэтому пришлось продать ее Баскову Мы же Надо на что-то жить Надо как-то Баскова просто Лучше споет, чем Киркоров А, то есть вы еще определяетесь Кому продать? У Баскова все-таки Ну, типа, оперный голос Ля-ля-ля-ля Вот Ну и как бы У вас, по-моему, у Ковалева тоже есть Скрытые желания певицы Нет, просто Басков Золотой голос России Мама оперная певица Да, я когда-то тоже Да, там, кстати, слова тоже будут другие Там будет вначале так вот Золотая чаша А потом вот Это самое Дальше ООО Как у нас Ну, будет Себез Просто этих двух песен Сначала Золотая чаша А потом Серебряная утка Как я понимаю Утки, в общем, совсем недалеко Путь не такой длинный, как кажется Длинной в жизни 46-47 Это короткий номер для СМС К ваших сначала свои Пробельчик Дальше все же хотели бы адресовать Коллективы Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции И впечатления Делитесь Слушаю и почти сейчас понимаю Накрывает где-то текстом Где-то музыкой Или просто голос трогает Какие-то нотки души А ведь для меня премьера Слышу впервые группу Огромное спасибо В плейлист однозначно Рома Усольцев написал Ну плюс один у вас поклонник Появился как минимум Добро пожаловать на борт Давайте дальше Финалимся в этом часе Потом перерывчик небольшой Сделаем Как называется песня Песня называется Воздух Очень хорошо Он нам сейчас очень нужен Надо проветрить Тепло Песня, кстати, называется Воздуха нет на самом деле Как всегда Живой звук в программе Живые Здесь сегодня кортика Поехали Добро пожаловать на борт Эфир Молчит и врет И нет Сигнала По дым Затерт восход Шаг до финала Вопрос Проклятый смог И ждешь Ответа Какой Безумный бог Придумал это И пустые слова Крылья неба Мечта Для чего Это все Если нечем Дышать Здесь больше Воздуха нет Реальность Пауза Дым Здесь больше Воздуха нет И съедает Рассвет Здесь больше Воздуха нет Земля горит Изнутри Здесь больше Воздуха нет Если можешь Живи Смотри На мир Вокруг Твоих Рук Тела Ты сам И есть он Бог Кто это сделал Как всем Плевать На все Прожить И ладно Смотри Там за окном Сгорает Завтра И пустые Слова Крылья неба Мечта Для чего Это все Если нечем Дышать Здесь больше Воздуха нет Реальность Пауза Дым Здесь больше Воздуха Нет Дым Съедает Рассвет Здесь больше Воздуха Нет Земля Горит Изнутри Здесь больше Воздуха Нет Если Можешь И пить Здесь больше Воздуха Нет 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 Реальность Пауза Здесь больше Воздуха Нет Дым Съедает Рассвет Здесь больше Воздуха Нет Земля Горит Изнутри Здесь больше Воздуха Нет Если Можешь И пить Здесь больше Воздуха Нет Здесь больше Воздуха Нет Здесь больше Воздуха Нет Здесь больше Там воздуха нет. Давайте петь дальше. Пауза была длинная. Надо бы что-то сейчас в начале этого часа сыграть. Что это будет? Сыграем свежую песню. Она написана не так давно. Да, сыграем свежую песню. Она написана не так давно. Песня называется «Белое небо». Я даже про нее ничего не буду рассказывать. То есть новиночка. Мы ее выпустили на сингле уже с новым составом 2015 года. Мини Пушкин написал? Безусловно. Это был ее текст изначально, на который мы потом сделали музыку. Как всегда, живой звук. Программе живые. Напомню, здесь сегодня группа Корсика. Поехали. Ты идешь босиком по краю Обожженного градом поля И как будто не обитаем Пред тобою летит рассвет Ты их видишь и точно знаешь На тебя смотрят пулеметы Но идешь и рассвет рисует Твой танцующий силуэт Не оглянешься за топою Чье-то небо И чья-то правда Чьи-то руки, сердца и счастье Чья-то воля и чья-то жизнь Ты идешь по траве прожженной Ты идешь и стоит колонна И кто крикнуть огонь им должен Почему-то еще молчит Белое небо, желтое Солнце, черный прицел Что будет завтра все, что нам надо Мир на земле Белое небо, желтое солнце Жизни взаймы Пусть мир вернется, пусть мир проснется Пусть будем мы Сумасшедшее шепчет ветер Поворачивай к черту гордость К черту смелость Давай, опомнись На тебя смотрят сквозь прицел Ты идешь босиком по полю Ты их видишь застывших в трое Не дыша, не смотрят Смотрят на ромашку в твоей руке Белое небо, желтое солнце Черный прицел Что будет завтра все, что нам надо Мир на земле Белое небо, желтое солнце Жизни взаймы Пусть мир вернется Пусть мир проснется Пусть будем мы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Ты идешь босиком по краю Обожженного градом поля И как будто не обитаем Пред тобою летит рассвет Белое небо, желтое солнце Черный прицел Что будет завтра все, что нам надо Мир на земле Белое небо, желтое солнце Жизни взаймы Пусть мир вернется Пусть мир проснется Пусть будем мы Белое небо Белое небо Белое небо Белое небо Сидит и подпевает Ну вот сидит и подпевает Сама себе напоминает о том, какой текст был написан Круто И действительно хитовая вещь Совершенно однозначно могу сказать, что вещь хитовая Очень красивая Надо сказать спасибо Я считаю, это обязательно нужно сделать Сергей Дебальский, звукорежиссер программы «Живые» Спасибо большое за тот звук, который вы слышите А здорово-то как, пишет Саня Надо бы добавить плейлист Ну и в премьеры на своем радио Уже рекомендуют Вообще мы прислушиваемся к аудитории своего радио, безусловно Ну не то, чтобы очень так вот прям Но прислушиваемся И здесь я, кстати, согласен с тем, что песня достойнейшая Я Человеку, который с вами пришел Вот сидит он там, молодой человек Это кто? А это Костя Миронов, это наш директор, видимо Видимо? Если мы не Кодяновым имеем в виду, который снимает на фотик То это Костя Миронов Нет, он там в редакторской сидит Да-да-да, это наш генерал Вот, я ему показал уже те песни, которые будут в ротации Ваши песни Там десяток получился песен Это приятно Это я так, это я так Это я так На вскидку Пусть ждут Пусть слушатели ждут Очень скоро появятся песни Костя Костя в ротации Причем они уже забиты В базу, только надо их правильно раскидать, распределить Но такая история непростая Вот что Чего хотел бы спросить Концерты у вас какие-то бывают же? Ну, не без этого, конечно Ну, так хвастайся давай, где, когда? В смысле, я имею право прорекламировать сейчас? Ты обязан это сделать? Это прекрасно Значит, имею право Итак, 29 число 29 мая В пятницу состоится концерт групп Корсика, а также групп Оберег Будет бенефис Тимура Авдали практически И в клубе театра, в общем, все приходите, будем фигачить долго Большая сцена, большой зал Классно, да, большая сцена, большой зал И будем играть две большие такие программы Я думаю, ну, по крайней мере, Корсика будет играть часа полтора, не меньше точно Это 29 мая 29 мая Клуб театр А во сколько? Ну, начало в семь Открытие двери в семь Ну, там в восемь где-нибудь начнете На СМС-портале 4647, кстати, его номер Свои пробел дальше ваше сообщение Пишет кто-то без подписи, братцы Ну, хоть подписывайтесь, как-то неловко читать ваше сообщение И не знать, как вас зовут Не так давно вы анонсировали концерт с группой Оберег Пишет кто-то Вот только что мы это Буквально несколько секунд назад Нет, нет, а написано это было, написано это было, я скажу, когда Восемь минут тому назад Не планируется ли дуэт двух Михайловых? Это очень смешная шутка, на самом деле Вот, сейчас должен был бы появиться еще Стас Для полноты этой шутки И так Не, ну ты Стас появляется У тебя тоже есть такая шутка Твоя шутка про Авдали Понимаешь? А вот Стас появляется Так вот моя Да-да-да-да Нет плана Все без тебя Без тебя Я пришел Стас Вот, ну, на самом деле Я не знаю, как вот Денис Михайлов Относится к тому, что все время Все шутят над темой того, что у нас одинаковые фамилии Но я что-то уже подустал от этой шутки Все-таки мы две разные группы Два разных человека И как бы две вообще совершенно разные личности Но я бы с удовольствием с ним спел дуэтом Ну вот и все А что ты так долго подходил-то к этому? Ну, спел бы и слава богу Ваш суперкреативный фан-клуб часто устраивает Потрясающие флешмобы И часто дарит вам самые разные подарки А какой подарок от поклонников был самым запоминающимся? Вот такая смс пришла На самом деле Вот именно сами флешмобы Это действительно самый запоминающийся подарок Я не знаю, есть ли у кого-то еще вообще такой фан-клуб Которому мы сейчас хотим передать Я хочу передать привет И по своей благодарности И действительно То, что они делают, это фантастика Вот был один случай, когда Мы играли песню «Война и любовь» Вот И в какой-то момент они где-то прятали цветы красные И вдруг весь зал их достал и стали передавать их на сцену Эти цветы И вот они стали там класс Просто какие-то их еще, еще, еще И это все каким-то волнами идет Это полнейшая фантастика Я могу сказать, что на наших концертах Половина представления на сцене, половина представления в зале И то, что происходит, вот этот вот симбиоз Практически внутри фильма можно находиться Всем очень рекомендую приходить именно на концерт Потому что «Корсика» это в первую очередь, конечно, концертная группа Но ты знаешь, я себе представил картину, когда на сцену Как к фундаменту памятника кладутся цветы У меня не было такого ощущения Как-то это немножко двусмысленно, я тебе скажу Песня позитивная Песня такая Ну, то есть песня, она такая одухотворящая И вот это «Море цветов» Это на самом деле очень здорово и очень приятно Не было таких людей Согласен, народ тут спрашивает активно, где вас можно Скачать ваши песни, где можно купить ваши диски Вот, например, Андрей Архипов тот вообще О, как он, нашел, аж кричит, что нашел Нашел и выкладывает ссылочку Вообще, как их душе видимо Накуплю сейчас, ух, накуплю сейчас Здрасте, любимый Доширак, пишет он То есть он имеет в виду, что потратить деньги на альбомы И будет Дошираком питаться дальше Это очень достойная мысль Вложение До 29 мая точно доживу Хочу только поддержать А у меня вот здесь целых 5 пластинок есть Я могу их, конечно, показать В картинку не очень будет видно Крупный план мы сделать не можем Альтернативы нет Вот пластинка такая Ребята с собой принесли Молодцы какие Вот реальность Так выглядит альбом Это и о тем, кто вдруг заинтересуется Альбомами Реальность – это свежак Точка невозврата Так, отложим Точка невозврата Это не свежак Это, я так понимаю Год какой? 13-й, да? 14-й Вот дальше альбом Я вижу здесь Играй Правильно? Вот это вот сейчас Я так буду красиво Это из древности Это древняк Да, ну не важно Когда мы Ваши же молодые Бодрый сувиметал Романтика Вот такой альбом И, в конце концов, реальность Только я не вижу еще одного У вас же их 6 должно быть Альбомов-то Какого-то не хватит Вот я и задумывался А, да, у нас был Романтика Альбом назывался Апокалипсис Автопати Вот, он какой-то был Сильно удачный Это был 2008 год И у нас его три раза Уже выкупили Мы его допечатали Выкупили Мы его еще раз допечатали Еще раз выкупили Ужас какой Ужас какой Что за люди пошли такие? Вот выкупают И выкупают Я понимаю Зачем вы это делаете? Выпускаем, они выкупают И выкупают Там, там, там Все, что там есть Так до золотого диска Дойдем вообще Выкупают Можно скачать на торрентах Говорю я тихо-тихо по радио Потому что, ну, действительно Того, что можно купить В этом диске Только обложка Но она прекрасна Но круто, круто, что ваша аудитория Кстати, группа ВКонтакте У вас немаленькая Ну, я понимаю, что там Не 100 тысяч Но больше десятка Это тоже хорошо Далеко не у всех групп И более популярных Я имею в виду Значимых с точки зрения Известности В стране Такие большие Сообщества ВКонтакте Ведь это живая аудитория Живые, свежие, чистые Честные, открытые люди Я убежден, что концерты ваши Должны посещаться хорошо Ну, почему-то Мне кажется так Ну, как-то посещается Хорошо Зарплата была хорошая Но небольшая Вот и с концертами так же Давайте дальше петь будем Что это будет? Так, следующая песня у нас Будет на рекорд Так и называется? Да Хорошо, извини, не понял сразу Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Корсика Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Фуникулер Ползет Считает пульс Флажков на трассе Сорваться вниз На взлет На старте Здесь Весь снег горячий А старт и драйв Фристайл или фрирайд Пора на старт Спуски и вершины Вершины трассы Что прошли мы на адреналине Страхом и ветром На перекорд Спуски и вершины Мы уже решили все Уже решили Если жить, то только на рекорд Сорваться и взлететь Вся жизнь и есть Гигантский славом Из черных трасс В небес Упасть звездой Чтоб лед расплавить А старт и драйв Фристайл или фрирайд Пора на старт Спуски и вершины Трассы Что прошли мы на адреналине Страхом и ветром На перекорд Спуски и вершины Мы уже решили Все уже решили Если жить, то только на рекорд Назар и драйв Фристайл или фрирайд Пора на старт Спуски и вершины Трассы Что прошли мы на адреналине На лень Страхом и ветром На перекорд Спуски и вершины Мы уже решили Все уже решили Если жить, то только на рекорд На рекорд На рекорд Ну несоветно, если уж дышать, то полная грудь С этим трудно не согласиться Тут народ восхищается тем, насколько действительно Хрупкая девушка умеет писать такие глубокие мужские тексты Так, сейчас опять не я писала тексты Да, вот тут у нас другая хрупкая девушка Она как по странным стечениям обстоятельств тоже тут Это Наташа Горелыша Вот на музыку Романа Валерьева Ну как удивительно Удивительно Девчонки помогают мужикам становлению Это же надо такое Ну это редкий случай, правда Две меня Две меня пушки Не-не-не Когда мы говорим о том, что за спиной у сильного мужчины Всегда есть сильная женщина Это одна история Когда мы говорим о сотрудничестве О сотворчестве Это история немножко другая Потому что здесь нет Хотя может быть и есть Я может быть чего не знаю просто Нет, ну тут нет личного Тут есть только творческий подход А это совсем другая история Так, значит Вот солисты руки свободные Он ими не машет, как рэпер Пишет Станислав Павлов Почему ты руками не машешь? Ну вообще маши его обычно На самом деле, правда, да Вот если вы придете на концерт 29-го То я там буду махать руками специально для вас Тут народ пишет о том, что уже вот скачали Почти все альбомы Или все альбомы скачали Но У нас, понимаете, какая аудитория-то Она у нас честная Она у нас открытая Человек пишет, что скачал С торрентов-то скачал Но хочется помогать музыкантам Хочется лицензии купить Так, чтобы и музыкантам помощь оказать И лицензию на руках иметь Между прочим Мы будем благодарны любой помощи И в том числе и финансовой По большому счету На сайте можно купить У нас есть сайт Он имеет странное название Он называется copsuca.ru Как? Ну это такая Как называется, Юля? Вот правильно, когда английскими буквами Русское слово Транслитерация Транслитерация Ну примерно Да, это вот транслитер Подожди секундочку Я сейчас вот уберу Как называется сайт? copsuca.ru Спасибо Очень любопытно Очень хорошо Мне нравится креативный подход ваш Правильный такой подход Да Я сейчас Я вижу Я вижу copsuca.ru Вижу, вижу Тут хрен забудешь Это называется Такой сайт действительно С таким адресом Секретный прием НЛП сейчас был Никогда не забыть Название этого сайта Произносят 46-47 У нас либо микрофон, либо молчи Ты же понимаешь Ну куда ты сейчас говоришь? Я говорю только Название этого сайта Произносят все автовладельцы Каждый день, скорее всего И он на слуху уже у всех О да, поэтому я говорю В основном в Америке, конечно Не забыть, да Если Русские американцы Corsica.ru Они говорят Они говорят Copsuca.ru Ну да, да Значит Олег С цветами Герда была Эх Вздыхает Аня А, прости, Аня Действительно Герда была Герда Я попутал Правда действительно Ну вот Смотри, народ Подчеркивает Аня, кто это? Аня Курайкина Это наш капитан фан-клуба Она Тот самый двигатель Который уже Три года Толкает людей Делать эти безумства Она фантастические вещи делает И она была Одним из основных Вот двигателей Группы В момент полураспада Чтобы вот Она сказала Что я не имею права Вообще Ничем завязывать И ты скажу Момент полураспада Это почти что Атомный взрыв Ты должен понимать Помнишь физику? Да Так что вы очень вовремя Полураспались Для того, чтобы сейчас Вздорвать вокруг себя Все пространство Одним большим Мощным грибом Накрыть Так, чтобы все И было бы хорошо Надо дальше петь Это, кстати Я вот сейчас Должен еще сделать Небольшую рекламу Делать Потому что Наш будущий Этот самый EP Он будет называться Взрывая тишину Ровно вот Исходя из этой Али А я всегда говорю Что чуйка у меня хорошая Я всегда чую раньше Чем должно произойти Что будет За песня следующая Какая? Следующая будет Мистическая композиция Она вот с того самого Альбома Которого у вас нет Это называется Алиса падай Она такая вся Готичная Такая вся Странная Кто? Про Алису Кей писала? Кей писала Понятно Теперь будем слушать Что же она там написала Очередной раз Как всегда Живой звук в программе Живые здесь сегодня Хотел сказать Корсика Корсика Поехали Следуй прямо за ним Он снежная тень Он белая пыль Он тебя приведет Он знает где вход Не бойся и иди Только не опоздай Героев казнят В ночь полной лунды Плащ испачкан в крови Оттерни ладонь От следа любви Алиса падай Алиса падай Алиса падай Я с тобой Если землю насквозь То небо внизу И море не врет Алиса падает Соль Соль Рубин И лед Так просто смотреть Сквозь сердце твое За зеркалия дым А прямо над ним Хохочет луна Все кончается здесь И так все и есть До самого дна Алиса падай Алиса падай Алиса падай Я с тобой Алиса падай Алиса падай Алиса падай Я с тобой Алиса, падай, Алиса, падай, Алиса, падай, Я с тобой, Алиса, падай, Алиса, падай, Алиса, падай, Я с тобой. Алиса, падай, 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 Алиса, падай Нет. Наполеон не иначе. Смотритесь в этот взгляд и улыбку. Она знает что-то, чего не знает никто. Буквально смотрит сквозь время, пишет человек. Наполеон, если только тортик. Я думаю, что у тебя после эфира сегодняшнего... Больше ты не собираешься варить дома сегодня? Поверни к себе микрофон. Как пойдет. Я думаю, что после сегодняшнего эфира ты пару альбомов сразу напишешь. Мне кажется, что тот подъем, который есть, и та реакция аудитории, которая меня лично греет. Если меня греет, то как она греет должно всех вас. Сразу же еще два альбома и вперед. Слушайте, у меня вопрос к Диме. Я хочу тебя как барабанщика спросить. Барабанщик-барабанщика, да, спросить. Как доктор-доктор. Я не знал, что вы барабанщик. В юности, да. В вокально-инструментальном ансамбле в школьном. Ну, как водится. Играл. Ну, как и все. Танцы все делал. Девочки. Какие танцы? Не, ну, после танцев девочки, естественно. Отыграл и... Так, это тонкая тема. Давай мы сейчас ее обойдем стороной. Когда после, до, это уже дело вкуса. Ну, каждому свое. Каждому свое. Ты зачем, скажи мне, ты зачем палочки красил перед эфиром? У меня какой-то такой свой определенный ритуал. Ну, они так немножко дольше живут. Они просто у меня белые, и как-то мне напрягает, что белый цвет сходит. Я хочу, чтобы они были всегда белые. Но ты же понимаешь, что пару раз по тарелочке ударил и все, и ханает. Я поэтому в магазине констовара за 40 рублей купил замазку специально. Знаете, как в школе двойки замазывали, чтобы мама с папой не видели. Я сегодня наблюдаю на чеке. Еще, ребяточек, сидит Ковалев и красит палки. Я хотел спросить его об этом раньше. На Пасху мы красили яйца, теперь мы красим палки. Вот, а теперь у тебя такое... И что в итоге? Чем эти палки белого цвета лучше, чем обычная стандартная? Недавно я купил эти палочки Викферт Сигнатур Томас Венг. Безумно удобные, несмотря на немалую толщину и вес, идеальный баланс играть безумно удобно. Совершенно другая техника, как посыпается. Для меня лично. Так я-то не понял вопрос. Ты их покрасил в белый цвет. Что это? Моэродинамики придает, что ли? Не знаю. Я просто, видимо, в последнее время стал любить белый цвет. Вот и все. То есть взрослеет. Да. Раньше все было черное, а теперь белое. Понятно. Взрослеет. Неженат еще? Был. А белый цвет ты полюбил, видимо, не случайно. Ну, я не знаю. 46-47. Это короткий номер для СМС-кваш. Сначала свои пишите про Бельчика, а дальше уже все же хотели бы отрисовать коллективу. Я периодически заглядываю на СМС-портал, что-нибудь там довыуживаю. Ну, и понятное дело, что в группах высматриваю чего-нибудь интересненькое, что вы адресуете ребятам. И благодарности музыкантам, само собой, сыплются их много. И поклонников у вас сегодня появляется все больше. И кажется мне, что очень многих вы зацепили, что само по себе замечательно. Это очень здорово. У меня вот какой вопрос сейчас родился вдруг, неожиданно. Так сходу вдруг я подумал, а почему бы об этом не поговорить? Когда наступает момент пресыщения? Ну, ведь это бывает. Даже любимое дело иногда от него устаешь. Тем паче, если это любимое дело становится профессией. Вот в этот момент одними борщами ведь не спасешься. Я сейчас к творчеству. Я сейчас имею в виду вашу Мини Пушкина. Которая тексты пишет. Вот что ты делаешь, ну или как ты себя ведешь, или может быть как выходишь из состояния нетворческого, да? Когда нет порыва, когда нет подъема, когда нет музы. Кто твоя муза? Мне кажется, не надо бояться, во-первых, этого состояния. То есть человек, который творит, творец, да, он должен заряжаться. Это как батарейка. То есть все очень банально. Прежде чем отдать что-то миру, ты должен накопить какую-то энергию. И не надо бояться вот этих вот пробелов, скажем так. В принципе, меня, ну, есть очень много вещей, которые меня вдохновляют. Но такая хорошая вещь, вот с моей точки зрения, это именно обратная связь от аудитории. Вот то, что вы сейчас читаете, это вообще безумно приятно на самом деле. И когда мне многие ребята пишут, поклонники группы, поклонники моего творчества, и когда вот читаешь эти слова, насколько кого-то задело, насколько кому-то пришлось по душе, насколько кто-то принял это в свою жизнь, у тебя появляется стимул делать что-то дальше. То есть тебя хвалить надо? Это не хвалить. Ну, оценивать хорошо. Я думаю, что... А если кто-то критикует? Я спокойно к критике отношусь, потому что у меня, ну, в принципе, я уже достаточно такой, ну, как бы человек уже с большим опытом за спиной. Не, у меня же опыта больше всё равно. Ну, это да. Я просто имею в виду, что... Поэтому аккуратнее. Да, когда приходят вот эти вот слова, да, когда приходит понимание от людей того, что ты делаешь, когда люди пускают тебя в... Прошу прощения, в свою жизнь, вот именно посредством, да, музыки. Я думаю, что у ребят точно так же происходит с музыкой. Когда нас пускают в своё сердце, это самый большой стимул и самый большой двигатель. Вот сейчас у меня вопрос, который я задам слушателям сегодняшним. И попрошу всего лишь одно слово написать. Пустили в сердце, да? Я хочу, чтобы вы написали слово сердце. Мы посмотрим количество людей, которые сегодня в первый раз для себя, возможно, пустили музыку группы Корсика, песню группы Корсика в своё сердце. Правда, любопытный такой, маленький флешмоб. Устроим. Какая следующая песня будет? Следующая будет маяк. Логично. Мне кажется, что в это время как раз маяки и петь и нужно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Корсик. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хороший сайт, хорошая производительность Несколько альбомов Есть возможность заказать дисков Хорошее промо-мышление у директора, судя по домену сайта Отдельно радует симбиоз нескольких поэтов Нескольких композиторов И еще упомянули директора, фотографа, лидера фан-клуба Это отлично, когда общее дело Имеет четкую идею и объединяет людей Ребят, удачи вам на музыкальном поприще Группа отличная, вы достойны большой сцены Когда пишет коллега по цеху Музыкант, ну это же чертовски приятно Это чертовски приятно, действительно Я в общем хочу о Лаверде сказать Что действительно, и дай бог вообще всем И слава богу, я действительно знаю Группу Я еще хочу маленькую рекламную паузу Раз уж пошла об этом речь У нас действительно большая компания И много народу, но у нас нет продюсера Дорогой продюсер, если ты вдруг слушаешь сейчас Свое радио, может быть у тебя Тебе понравилась какая-нибудь песенка У нас действительно хороший план Хороший уровень качества, мы можем стараться Мы можем работать за еду, мы можем работать В принципе и без еды, дорогой продюсер Найдись пожалуйста уже Скажи пожалуйста, зачем вам продюсер? Вот я хочу понять сейчас Что ты имеешь ввиду, когда говоришь продюсер? Ну, я имею ввиду, что... Может быть ты директора имеешь ввиду? Организатора, администратора? Директор у нас как раз есть Не-не-не, ну я сейчас хочу понять логику Продюсер это кто? Это человек, который может вам рассказывать Как вам петь, как вам играть? Музыкальный продюсер? Не, музыкальный продюсер, кстати, у нас есть Вот что интересно, у нас есть музыкальный продюсер Нам нужен вот какой-то человек Который сделал что-нибудь такое Чтобы наш прекрасный материал Кто-нибудь вообще услышал на самом деле Ну, я сегодня очень сильно благодарен Ну, считаем, что он у вас появился на время На два часа как минимум Просто действительно тяжело Как бы заниматься самопромоушеном Как-то самопродвижением И вот, в принципе Товарищ, беда в чем? Картонка в добрые руки Я понимаю, что порыв у вас правильный Сейчас опять же делюсь опытом Да? Юля имела в виду, что она человек взрослый Все понимает уже Да, я постеснялась сказать слово взрослый Имея в виду опыт свой Так вот, что касается опыта Россия, к сожалению Не только в России это происходит Между прочим Бывали у нас группы из Австрии, из Германии Русскоговорящие ребята Русские живущие Там история одна и та же везде И это большая ошибка считать, что в Европе все иначе Сейчас мы заиграем, хорошо И у нас тут же все заметят Вот этот вот, видите, я всем показываю Вот такой вот жест вам покажет Не буду произносить вслух Нифига подобного Там тоже многое зависит от удачи И от разных очень интересных и необычных И даже не имеющих отношения к музыке факторов А что касается слова продюсеров Так в России больше продюсера К сожалению А не продюсеры, да? И эти продюсера занимаются С-радой В этом слове буквы Т нету К сожалению И беда в том, что у нас продюсеры не обучены Вот я, например, знаю случай один Замечательный случай Когда чудный мальчик Талантливейший мальчик Вокалист прекрасный Попал в руки Действующего на сегодня Одного из известнейших продюсеров И все творчество этого мальчика Которым он занимался много лет Для своего возраста много лет Оно ушло в пару-тройку песен Сыгранных на уровне Современной такой Околороково-попово-шансонной школы Ну, в общем, то, что кушается народом Наиболее конкретно И вся самобытность этого молодого человека К сожалению Осталась забытой Уж не знаю, вернется ли он к этому рано или поздно Очень хотелось бы, чтобы опомнился Не надо обращаться к продюсерам Я думаю, что вам, скорее всего, нужен администратор Человек, который продвигал бы Продвиженец, условно говоря Продвиженец Тот, который мог бы За счет группы ВКонтакте За счет интереса К вашему коллективу Собирать вокруг него Огромное количество людей Вне может быть сцены даже А вот вокруг Вот есть группа Новый диван Я ее постоянно привожу в пример Грымова Люда Замечательно Мы не знакомы лично Мы с ней общаемся исключительно через интернет Но сколько она сделала для коллектива Не отрывая пятые точки даже от стула Просто через интернет И на концертах Новый диван На шлаге Да, да, это действительно Понимаете, да? Вот вам кто нужен Не надо слово продюсер Не упоминай Сейчас же набегут Не, ну может быть Я действительно согласен Это же все Конец группе вашей Не надо Не надо Пусть они занимаются попсой Как-то так получается Что группа Корсик Всю дорогу находится Вне какого-то Не знаю Вне контекста Вне чего-то вообще Да в контексте вы уже Да нас никто не знает Уже вы в контексте Люди, узнайте нас Вот сейчас народ-то и пишет Слово сердце Огромное количество людей Уже написало сердце Это уже значит Что вас узнало Больше людей Чем вчера, например Вас знал Более того В ротации вы будете звучать И с премьерами к нам Приходите, премьеры приносите Будут они звучать В премьерах эти песни В скором времени О вас узнает гораздо больше людей Не надо вам продюсера Вам нужно Хорошую радиостанцию Для ротации Это правда Давайте петь дальше Что это будет Ну вот Такая песня Что меняет нас всех Больше Взлеты или падения Это название? Ну практически Взлеты или падения Так она называется Я уж подумал Что Кей как-то Сама себя перепонял Вовремя не остановилась Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Группа Корсика Поехали Мы бываем такими разными Ты что говоришь Нас станет зам в зеркалах В ходе отражаемся Не узнаем Не оглянемся Казалось бы Что тут нового Цвет у полки Звонок на Содовом Город стат Презвание Не в сети Жить летящее Поле Перекати Что меняет нас всех Что меняет сильнее Взлеты или падения Взлеты или падения Там травмарить В пол Сердце бьется быстрее Взлеты Или падения Взлеты Или падения И Казалось бы Что тут странного Каждым утром Влюбляться заново Каждым днем Заходить все дальше Каждой ночью Лететь нам до земли Казалось бы Что тут сложного Ничего же нет Невозможного А казалось Трудней всего Порой Оставаться таким же Самим собой Что меняет нас всех Что меняет нас всех Что меняет сильнее Взлеты или падения Взлеты или падения Завтра в поле часов Всем цемьется быстрее Взлеты Или падения Взлеты или падения Что меняет нас всех Что меняет сильнее Взлеты или падения Взлеты Завтра в паре часов Сердце бьется быстрее Взлеты или падения Что меняет нас всех Что меняет нас всех Что меняет сильнее Взлеты или падения Взлеты или падения Завтра в паре часов, сердце бьется быстрее Взлеты или падения, взлеты или падения Что меняет нас всех, что меняет сильнее Взлеты или падения, взлеты или падения Завтра в паре часов, сердце бьется быстрее Взлеты или падения, взлеты или падения АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ХРУПКИЙ ВОТ ТАКУЮ ДЫРКУ ПРОБИВАЕТ В НЕРЕАЛЬНО ТОЛСТОМ ДЕРЕВЕ ЗНАЕШЬ ПОЧЕМ? ПОТОМУ ЧТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ГОЛОВА У НЕГО НЕ БОЛИТ КОГДА ОН ДОЛБИТ И ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ИЛИ ТАМ ПТИЦА НЕВАЖНО ВИДЕЛИ СВОЮ ЦЕЛЬ И ПОНИМАЛИ что нужно сделать ради этой цели, как ее добиться. Вам уже вот-вот 10 лет, чуть-чуть, погодя, через пару лет. Вот я хотел бы, чтобы моя теория все-таки продолжала работать, пока работает. Чтобы десяточку вы отметили, как группа, на которую приходят 35 тысяч человек на стадион, и все эти 35 тысяч человек, вскидывая руки вверх, держа козу, кричат «Корсика! Корсика! Корсика!». Очень бы этого хотелось, правда. Правда, времена сейчас не такие, как в 90-е, когда на стадионы ходили. Нынче на стадионах все больше в хоккей и футбол играют по прямому назначению, а не концерты дают. Но вы понимаете, о чем я. В общем, бы хотелось вам пожелать такого успеха, которого вы сами себе даже не предполагали, но вы его достойны. Правда. Вот за счет мини Пушкина и вашей, за счет тех текстов, которые есть в песнях, за счет тех аранжировок, я, кстати, как у нас есть расхожая фраза внутри, поражен, да, тем, какие тонкие, изящные аранжировки. Никто никому не мешает. Вот каждый инструмент абсолютно на своем месте. Кто делает аранжировки, скажите мне? Ну вот в данном случае как раз спасибо нашему саунд-продюсеру, который у нас есть. Он нас поправляет. А кто у вас саунд-продюсер? У нас есть Максим Барынкин такой, он замечательный. У него есть студия своя, Майк со мной. Он там сидит и вот... Творит. Ну, аранжирует. Где-то нас поправляет. Где-то этот сам такой действительно очень выдающийся музыкант. Ну, это правда, это замечательно, если есть такой человек, потому что я всю программу пытался найти хоть что-нибудь, да, для себя. Думаю, ну к чему придраться? Да не к чему. Аранжировки настолько точные, что, в общем, возражать даже сложно против них. Почему я так полагаю сейчас, Авдорин меня так смотрит? Потому что понимает, что в плохой коллектив он бы играть не пошел. Да? Ну, не пошел бы. Спасибо за то, что были здесь сегодня. Спасибо за то, что дали возможность нам познакомить вас с аудиторией. Аудитория Знакомься, группа Корсика. И аудиторию с вами. Естественно, хотим верить в то, что вы, когда будете писать новые песни, про нас не забудете. Принесете нам свои новинки для того, чтобы они попали в премьеру. В скором времени, я думаю, неделька через полторы, как у нас технически это получится, ваши песни пойдут в ротации. Они давно уже заряжены и ждут свои очереди. Так что все будет хорошо. Я уверен, у вас все должно быть хорошо, иначе нет смысла тогда. Во всем том, что называется программой «Живые». Ну, в общем, не было бы смысла в этой программе, если бы мы не рассчитывали на то, что у вас все будет хорошо. Завтра в «Живых» новый альбом от группы Ворон Кутха. Те, кто любит Мулыгина, «Милости просим». Несколько иная музыка, но тоже очень энергичная. Надо заканчивать чем? Я хочу сказать, во-первых, спасибо большое за то, что... Пожалуйста, только лишних слов не говоря, а то и сентиментально очень. Ну, нет, я правда, на самом деле, для нас это важно и очень здорово. И спасибо вам за то, что вы вообще делаете, потому что... Я же говорил, не говори слишком много лишних. Очень надо, чтобы кто-то что-то делал на самом деле. И спасибо вам за то, что... Я как тот дятел, я дятела не зря вспомнил. И голова не болит. Как называется последняя песня ваша сегодня? «Рубежи» называется. Спасибо большое. До завтра всем. Пока, Корсика. Пока что еще остается здесь. Слушаем, получаем удовольствие. Поехали. Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи, ты уже в полушаге. Держи рубежи. В полушаге до звезд. Бывал ли кто-то до меня на этом рубеже? Сжигал ли в нефтяной ночи, что не вернуть уже? Ходил по краю и клянешь, что все в последний раз Стоял на той же высоте, где я стою сейчас. Я слышу голос «Один, два, сто». И нас все больше над этой чертой. Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи, мы уже в полушаге. Держи рубежи. Полушаги до звезд. Земля, перекати поля. Простых дорог тут нет. Как много у вас таких, как я, вновь рвущихся на свет. Летящий в небо про чертя последний мистил. Как много у вас до меня на той же грани был. Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи, ты уже в полушаге. Держи рубежи. В полушаге до звезд. Хочется послать цена и по теченью вниз. Но знай, мираж твоя стена и призраки границ. Путь в дороге тяжело и сил почти уж нет. Держаться страхом всем на зло летящий рассвет. Держи рубежи, так и есть мы в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи, мы уже в полушаге. Держи рубежи. Держи рубежи, так и есть мы в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи, мы уже в полушаге. Держи рубежи. В полушаге до звезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин